Два года назад берегоукрепительная работа и строительство новой набережной оказались под вопросом. Они уперлись в лодочные базы. Владельцы маломерных судов не хотели переезжать с привычного места. Тогда Вячеслав Володин пообещал найти решение и средства на строительство новых эллингов. На самом деле нужно вам создать те условия, которые позволили бы нам сохранить маломерные суда. Сохранить маломерные суда удалось. Средства были выделены из столичного бюджета. Благодаря инициативе председателя Государственной Думы. Всего около 300 миллионов рублей. Сначала базу на 120 мест построили в микрорайоне Улиши. Ход строительства контролировали и лодочники, и депутаты Госдумы. Не должна быть так рельса расположена под наклоном, если она не выдерживает веса катера. Как дальше ее поднимать? То, что меня попросил Володин Вячеслав Викторович приехать и посмотреть, как используются деньги спонсоров, я тут на стороне на сегодняшний день пока людей. Потому что я вижу, что то, что мы сделали, для людей неприемлемо. В результате лодочники и застройщик сумели договориться. Председателя Государственной Думы сегодня они уже встречают вместе. Здесь, в поселке Юриш, строится уникальная база. Еще на 630 мест. Осталось нам несколько дней. Это 10 дней до завершения покрасочных работ, обработки огнезащиты, электромонтажных работ и изготовления слипа. Как уверяет представитель застройщика, готовность второй очереди эллингов в Юрише 99%. В ближайшее время пусконаладочные работы и завоз первых лодок. У нас в планах, правда, не самых близких, но есть развитие возможности использования маломерных судов, лодок. Поэтому появится возможность, чтобы вы парковались рядом с центральной частью города. Мы эту возможность будем изучать и ее рассматривать вместе с благоустройством набережной. Также в планах благоустройства, прилегающей к базе на Юрише территории, после сдачи объекта будет уделено внимание и инфраструктуре. Необходимо, по словам Вячеслава Викторовича, сделать дорогу, освещение, стоянку для машин и пустить сюда общественный транспорт. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.